73 выпускника в Татарстане останутся без аттестата. Это те, кто сдал на двойку обязательные предметы. Сегодня был шанс пересдать математику у тех, кто справился с русским языком. Таких в республике 600 человек. Параллельно работает конфликтная комиссия. Недовольных результатами ЕГЭ по математике уже более тысячи. И с каждым днем их число растет. Екатерина Кудинова далее. Очень много учеников подают на апелляцию. По словам Розалины Сабитовой, среди ее друзей много несогласных с результатами ЕГЭ по математике. Они намерены подать апелляцию. Правда, большинство говорить об этом не хотят. За них высказывается Розалина. Хотя у нее самой претензии к комиссии нет. Основные причины недовольства – отличие между пробным и реальным тестированием и сложное оформление. По словам выпускников, баллы снимали из-за помарки. В части С многие задания не засчитали. То есть у меня девочки, которые писали каждый раз пробные экзамены, где-то по 80, по 80 с лишним баллов. У них там 50 с лишним вышло. Заполняли заявление, руки трясутся. Опять это ЕГЭ, вроде все прошло, вроде вот-вот результаты. И все равно снова. Это борьба за свои оценки. В этом году, по предварительным данным Министерства образования и науки Республики, максимум набрали больше 100 человек. Неплохой результат по информатике – 22 стобальника. А вот математика в минусе. Максимальные баллы набрали всего 4 ученика. Некоторые не набрали и минимума. В этом году, по математике, достаточно большое количество, 4,1% выпускников, не набрали минимальный порог по математике. Это 24 балла. Математика – один из предметов, где очень, как бы, совершенствовался контрольно-измерительный материал. Возможно, с этим что… Но, тем не менее, достаточно большая работа проводится на местах, что детей знакомят с этими новыми демонстрационными вариантами КИМ. Если по математике недовольных результатами экзамена стало в разы больше, то по русскому языку количество подавших апелляцию уменьшилось. Всего по Татарстану решили оспорить свой экзаменационный балл по русскому языку более 400 выпускников. Их заявления рассмотрели эксперты. Сначала в Казани, а затем в Москве. По прогнозам Министерства образования, около 100 заявлений могут решиться в пользу учеников. Апелляции по математике уже более тысячи. И конфликтная комиссия продолжает принимать заявки. Екатерина Кудина, Вайдар Кунафин, Вести, Татарстан.